Потому что не суть важно, как я ударю, важно, самое главное, это отыгрыш. Отыгрыш и правильный ракурс. То есть если я вас буду бить сейчас, а буду я вас бить просто вот ударом в скулу, которую вы должны отыграть, то вам лучше всего по отношению к камере стоять вот так. Теперь смотрите, вы постарайтесь расслабить сейчас голову и шею. Сейчас расслабьте совсем, бросьте ее на руки мне. Бросьте, у вас зажаты трицепсы. Хорошо вы массируете, так приятно. Расслабьте, смотрите, вот что вы должны будете сделать. Расслабьте сейчас, подождите. Подождите, я просто сейчас скажу нашим телезрителям, что мы сейчас не просто балуемся, а это вот может пригодиться в жизни ведь, да? Да, я даже потом расскажу, как именно. А потом расскажешь, да. Сейчас то есть сначала... Смотрите, расслабьте, вот что вы должны будете сделать. Вот такой, нет, нет, просто бросьте голову резко. Вот так вот, да, резко, и уже тело догоняет, вот так, резко, да. Совершенно верно. Теперь вы должны будете это повторить без моей руки, без того, чтобы я вас так толкнул. Да, резко, вот давайте по хлопку, и... Прекрасно, еще резче, и... Вот, хорошо. А теперь вот смотрите, как это будет выглядеть вот с этой камеры. Приготовились? Значит, я делаю, смотрите, я делаю, чтобы вы были готовы отыграть. Я делаю, это называется отказ, то есть, ну, замах и удар. Да, замах и удар. Готовы? Вы мне не сломаете челюсть? Я ничего вам не сделаю. Готовы? Да, не страшно. Поехали. И... Вот так это выглядит обычно. Мне кажется, плохо сейчас, да? Ну, давай попробуем еще раз. Отыграл. Попробуем еще раз. Вот я уверен, что на этой камере там все охнули сейчас в аппаратной. Поехали. Три, четыре, и... Вот так вот. И дальше, когда человек уже выключен, тоже вам надо сейчас будет отыграть, мы добиваем его коленом. Значит, тоже надо отыгрывать, значит, что вы делаете? Вы отыгрываете удар коленом, вы расслаблены, вы слушаетесь меня. И главное, что вы делаете, это отказ назад. То есть вы делаете реакцию резко назад. Резко назад всем телом. Да? То есть мы делаем вот так вот, смотрите. Три, четыре. Нет, вы плохо согнулись сейчас. Надо сгибаться. Слушайтесь меня. Три, четыре. Резче, Сергей, резче, спортивней. Давайте, хотите, вы попробуйте сделать со мной? Дождите, сбили мне прическу все. А, я? Да. Только смотрите, вы должны, вы будете бить меня сейчас вот этим коленом. Левым, левым, да. Значит, вы наклоняете меня, сейчас мы медленно делаем, наклоняете. Но ведете меня не так, чтобы не разбить мне нос. А ведете меня вот сюда, вот мимо колена. Понимаете, да? Вот между ног как бы. Да, как бы между ног меня ведете. К себе. Да, делайте. И дальше руки у вас соскальзывают у меня с шеи, да? И вы бьете себе по колену, да? Вот поехали, медленно делаем, медленно. Да. А я отыграю. Готовы? Да. Поехали. Три, четыре. Выше колен поднимите, Сергей. Я боюсь вас задеть. Выше. В ухо. Вы должны коленом перекрыть лицо мое. Вот тогда будет ощущение, что вы меня ударили. О, как страшно. Давайте еще раз. Три, четыре. Ну вот как-то так. Это непростой удар. Значит, у вас есть крепкая стенка здесь? Слушайте, давайте, давайте, давайте хватит, а? Давайте хватит. Два блестящих. Нет, но есть еще, есть еще, конечно, удар, удар в живот. Да. Вот, который вы тоже должны отыгрывать. Но тут такая хитрость. Удар в живот, он самый настоящий. Вот такой есть. Вы должны его просто принимать на прессы. Почему вы не приняли? У меня нет прессы. Ой, 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 ой. Ужасно. Слушайте, а это страшно, действительно, реально. Я, мне кажется, весь горю, у меня уши горят, и в глазах какие-то синие такие точечки у меня. Я давно уже этим не занимался. Я когда-то был очень этим увлечен всем. Сейчас давно уже не занимался. А когда-то, когда мы только этим занимались, мы с приятелем моим отдыхали в санатории «Актер» в Сочи, в городе Сочи. И там на пляже находились пирсы, которые выходят в море. Вот там их было три. Три пирса. И на двух из них, на левом пирсе и на правом, находились так называемые аэрарии. Это называлось. Аэрарии? Аэрарии. Это цветные такие? Нет, это такие надстройки на пирсе, такая верхняя площадка, закрытая. Ну, не видно, что там происходит, где, соответственно, мужчины и женщины могли загорать галышом. Какая прелесть. Да. А между ними был один центральный пирс. И вот как раз, когда мы изучали вот это вот все, чем я вас мучил сейчас, мы вышли с моим приятелем на этот центральный пирс, с моим однокурсником. И желая привлечь внимание уже обнаженных женщин, к тому времени уже обнаженных женщин, решили устроить драку на этом пирсе. Мы договорились, значит, там была не по одному удару, вот как сейчас мы с вами, да, а там много разных, арсенал был значительно шире и так далее. И наша драка заканчивалась тем, что я бил приятелю своему апперкот, вот так вот снизу бил, и он улетал в воду. Это был финал драки. Вот. И мы так с ним на словах договорились, когда, тихонько-тихонько, когда что, так попробовали пару ударов, чтобы женщины уже начали выглядывать. Ну, за травочку такую бросить. Уже, так сказать. Да, червячка подпустили, да. Вот. И, собственно, и начали драку. И прекрасно дрались, отыгрывая все это с крюками, с тонами, нещадно колотя друг друга. И доходим до финала драки, и я бью ему все в ритме в таком серьезном. И я бью ему апперкот, он улетает в воду, и только тут я ощущаю какую-то острую боль в руке. Вот. И я понимаю, что я догнал его апперкотом. Ну, догнал, понимаете, попал. Да. Попал по-настоящему. Вместо того, чтобы пройти мимо, попал просто ему, значит, и нету приятеля, не выныривает. Вот. При этом острая боль в руке. Пошмарка. И я уже собираюсь прыгать, и он, тут всплывает его голова. Не отдельно, с телом вместе. То есть, несмотря на всю физическую силу, не оторвали голову. Вот. И он так тихонько мне говорит, дай мне полотенце. Я говорю, Игорь, ты в порядке, все нормально? А у меня прямо, ааа, разрывается здесь. У меня был перелом потом. Я сломал себе палец. Вот. Он говорит, полотенце, дай полотенце. И там лестница такая на пирс, которая выходит. Я даю ему полотенце. Он выходит такой, вытирается. Тихо-тихо разговаривает спокойно. Вот. А там, в аэрарии, беснуются женщины. Они уже вылезли вот так. Да. Там уже все. Там, да. Полный, так сказать, набор. Чемпионские кубки нам вручают. О, Джейзус. Вот. И он идет только тихонько. Мы вышли еще, поклонились, значит, там аплодисментам. Все. Поклонились с ним. Вот. И дальше он идет, так вытирается. И в какой-то момент отнимает полотенце. А все полотенце в крови. У него рассечение вот здесь вот на подбородке. И мы, значит, в больничку зашивать это все и так далее. Женщины из аэрарии к тому моменту разошлись. Не на шутку, естественно, разошлись. Да. Поучительная история. Так что, вы, знаете, не перебирайтесь с этим делом. Поучительнейшая история, да. Ну, а на сцене были какие-то подобные какие-то казусы, может быть? Какие-то необычности? Какие-то связанные вот именно с бойкой, дракой? Ну, обычно, в принципе, на сцене так это все оттачивается многократно, что там редко случаются какие-то... У меня был... Ну, я не знаю, мы сейчас впадем в какие-то анатомические подробности. У меня был случай, я работал в Театре юного зрителя тогда. Матюз. Матюз, да. У меня еще не было детей в то время. Для этой истории это важно. Вот. И мы... Мы начинаем догадываться уже с ужасом. Мы... Там был танец такой, там была такая сделана пародия на оперетту, вот где вот, знаете, мужчины в цилиндрах, в... За что за что, о боже мой, за что, о боже мой. Значит, женщины с перьями. Да, да, да. Вот. И там был какой-то танец. И мужчины, много мужчин и женщина. И там было, значит, одно движение, когда мужчины вот так вот стоя, как мы сейчас с вами, друг напротив друга, они садились в какой-то момент на колено, и женщина по этим коленям вот так вот спускалась. Взбегалась. А, взбегалась. Да, спускалась вниз, да. Вот. И напротив меня, мой визави был артист Аркаш Левин, который в детстве занимался карате. По моим наблюдениям, все люди, которые в детстве занимались карате... Сейчас страшнее и страшнее эта история. С ними что-то, что-то с ними происходит. Необратимые изменения в мозгу, да? Какие-то... Не в мозгу, но в вестибулярном аппарате, безусловно. Вот. То ли ощущение того, что они немножко сверхлюди, и они могут сделать... В общем, короче говоря, короче говоря, если можно, вот я привстану, покажу. Вместо того, чтобы сделать... Вот мы вот так стояли друг напротив друга. И вместо того, чтобы сделать... Просто вот так вот сесть на колено, вот так, друг напротив друга, Аркадий, со свойственной ему пластикой и растяжкой, он сделал вот так вот. И выпад у него с его каратешной растяжкой... А, то есть вот с этим, да. Да, и с этим махом получился огромный. А вы друг напротив друга. Настоль огромный, что колено его пришло как раз в то место, в которое ни в коем случае приходить не должно никогда колено. Смех смехом, а в глазах темно, вздохнуть не могу, нахожусь посреди сцены... У меня навернулись слезы на глазах сейчас. А, и, собственно говоря, значит, и просто не могу разогнуться. Я каким-то образом уполз за кулисы. Ничего, конечно, не дотанцевав, мне это самое. Но самое главное, что все, дыхание восстановилось. Дыхание восстановилось, все нормально, а разогнуться не могу. Конкретно просто хожу вот так вот за кулисами. И все, и что вы думаете? Боткинская больница, врачи, значит, там анализы какие-то, все. Это консилиум? Нет, это все тут же вечером, я не доиграл спектакль даже, меня увезли. Это, наверное, очень было смешно. То есть все мужчины дальше продолжают сопровождать даму. А я именно пополз. Причем мы стояли посредине сцены, и я именно на четвереньках вот так вот. А один, значит, джентльмен уползает в другую сторону в это время. Абсолютно культовые программы были сделаны вашей командой, и вами как режиссерами, я понимаю, да? Да, и в первой только как режиссером, во второй и в третьей уже как режиссером, продюсером, соавтором и так далее. Это был «Неголубой огонек» на телеканале РЕН-ТВ. Да, «Неголубой огонек» два на следующий год там же по РЕН-ТВ, и «Первая ночь» с Олегом Меньшиковым на канале РЕН-ТВ, которую я недавно, после большого перерыва, вдруг недавно решил пересмотреть программу. И должен вам сказать, что я, во всяком случае, где-то первая половина программы, она очень длинная. Там, я не помню сейчас уже точно, порядка сорока номеров. Сорока номеров? Да. Она часа четыре шла, наверное? Она очень длинная, да. И вот я, когда смотрел первую часть программы, во-первых, мне очень понравилось. Я давно это не видел, и мне очень понравилось. И я вообще, в принципе, пришел к выводу, что это едва ли не лучшее, что я сделал в своей жизни.